Кто платит, тот заказывает му. Не музыку, а глупое мычание. Опять хотят нас засадить в тюрьму цензурой, чтобы делать замечания, что смахивают больше на приказ, обслуживают все прихоти режима. Зачем стоять у театральных касс? Искусство умирает от нажима. Цензура, как ранение ножевое, произведение кровью истечет, поскольку оно трепетно живое. Кому творящий должен дать отчет? Нет, зритель не заплатит за уродца, который от насилия зачат. С цензурой надо яростно бороться. А скал, как у затравленных волчат, у тех, кто вправе выгрызать свободу, а не просить, схватив ее клыками. Художник проявляет сам заботу о нравственности. Было так веками. Не надо делать вид, что вы святее, чем папа. Вы, поборники морали. Чтоб прокормить всех цензорских детей, себя вы гнусной ложью заморали. Кричит напрасно лжепатриотизм, что, мол, цензура обернется благом. Искусство потеряет магнетизм. Страна же станет сталинским гулагом. Кому-то рот подачками заткнут, купив рабов за звонкую монету, На время выбрав пряник, а не кнут. Откупленных для правды толку нету. Но всех же не заставишь замолчать. Для всей страны не изготовишь кляпы, Когда от страха на устах печать. И самый умный допускает кляпы, Такие, как сражение за цензуру. Опомнитесь, любимые творцы. Ваш выбор лечь на правду и амбразуру. Продаться за деньги и творцы.